Больное место, да? У меня так точно. Тоже, да? Теченье желчное, да. Я больше по мужу пустыну ходила. И он мне нажал вот те точки, которые вот здесь сзади на буграх. Это же как раз точки желчного. И так оно болит меня просто. И мочевого пузыря, кстати, да, тоже. А, еще на спине вот эти вот мочевой пузырь, да? Мочеполовая система. Постоянно шея, вот это вот все. Под лопаткой вот здесь боль. Смотрите, вот самое первое, что я вам порекомендую, даже без йоги, без ничего, да? Вот еще нет, допустим, импульса, но не наполнен это там, чтобы как-то скрутиться, какие-то действия делать. Покупаем аппликатор Ляпко. Понимаете? Какой аппликатор? Ляпко. Ну, может, там есть какие-то еще другие. Ну, не принципиально Ляпко. Ну, просто зайдите, посмотрите. Есть в этом очень большой смысл. То есть, это такие резиновые пластинки с гвоздиками. Вот. И дальше вы уже сами экспериментируете, сколько и как вы лежите, потому что там, в месте, где у вас застой не проходит энергия, вам будет очень больно лежать. Я себе купила, это такая резиновая подушка, которую даже можно надувать. Да, вот как Люда показывает. Вот. То есть, вот резиновая подушка, типа как у Люды, только еще подушка, она надувается. Чем она удобна? Что вы как раз вот этой зоной можете хорошо поработать. И вообще, любые боли в шейно-воротниковом отделе, они очень хорошо прорабатываются, когда как раз мы разгружаем вот эту область лопатки, под лопатками. И если у вас есть, ну, скажем так, ну, какой-то любой валик, ну, любой валик, да, и вот вы его подкладываете и просто на нем лежите вот этой частью, сейчас я покажу вам, вот этой частью, да, вот здесь вот. Даже вы можете, не конкретно, я вам какое-то место говорю, а вы вот ложитесь, даже просто вещи так вот скрутите в такой валик, и вы найдете то место, где вы почувствуете, как у вас раскроется грудная клетка, как у вас раскроются диафрагмы, у вас, соответственно, потечет и желч. Потому что, как правило... А валик такой, как для пилатеса подходит? Конечно. Он там такой был. Да, он был. Но это нужно делать как? Системно, каждый день. То есть, ну, раз в неделю, нет, не поможет. То есть, если вот занялся, то есть, ну, лучше всего это так. То есть, вы приняли ванну с улю, после ванны вышли, вам еще какое-то время надо полежать, вышли, вот так вот лежите, сразу вы будете чувствовать, как вам стало легче дышать. Да, там у вас нормализуется, допустим, если вы там не потели, вы начнете потеть. Если вы чрезвычайно потели, наоборот. То есть, потому что желчь влияет и раскрытие вот печени, ну, соответственно, вот этот... То есть, проблемы с дыханием, это тоже печень, вы понимаете? И потливостью тоже, да? Ну да, это печень и почки, да. Но почки, они также зависят от состояния печени. Ну, понимаете, ну вот смотрите, мы же с вами про расстановки в том числе говорим, да? Китайцы не просто так печень назвали древом. И не просто так желчной этой эссенции. Понимаете? И мало нам, человеку, сделать расстановку. Это бесчеловечно, если мы ему дальше не подскажем еще вот таких вещей. То есть, расстановка будет шикарным импульсом, понимаете? То есть, мы как человека как отправили, дунули, да? Но дальше ему нужен импульс, чтобы переплыть этот океан, вот этого того, что поднимется, понимаете? Ему нужен этот ресурс. Вот, потому что иногда настолько люди уходят именно в психологию вопроса, не занимаясь физиологией, что они настолько уже погружаются туда в психологию, что им кажется, что при помощи психологии и типа аффирмации все будет в порядке, все будет в порядке, все будет хорошо, можем что-то решить, но иногда уже не можем что-то решить, уже надо что-то физически чисто действовать и дополнять. Надо уже что-то решать, да? Да. А не просто решить. Да. Точно подтверждай. Да, и вот этого импульса его будет, ну, как бы мало, вот этой просто веры. Я не спорю, вера это огромное что-то такое, но ты не всегда можешь попасть в это поле реальной веры, ты можешь часто находиться в некой какой-то иллюзии и тем временем болезнь будет прогрессировать, понимаете, чисто физиологически она будет прогрессировать. Вот. Ну, у меня уже есть просто такой опыт, вот я вам как бы поделюсь, вот приходят люди, допустим, там, вот они там у кого-то обучились, ну, вы же знаете, мы же привязываемся к тому, у кого мы обучились, да, и вот им это непонятно, да, хотя приходят люди с диагнозами, да, и у них, они уже на том обучении, там, и все деньги, и все там пооставляли, и ты понимаешь, что человек два года там учился, и он работал со своей тяжелой болезнью, через маму просто вот так вот, то есть не пил трав, да, он не делал никакие там, не работал ни с точками, он не поменял питание, он также ночами не спит, он курит и долбит кофе за два года, но зато он типа поменял отношение к маме, ну, тело же не перестает от этого деградировать, понимаете, то есть, ну, как бы этого мало получается, тем более, поменял отношение к маме, истинно мы можем проверить, только лишь погрузив себя в одну комнату с мамой, понимаете, и тогда ты реально понимаешь, ты поменял к этому отношение, или ты себе создал некую иллюзию, понимаете, потому что реальность, она иногда показывает, что ты проработал, типа проработал, но вдруг приезжают к тебе на две недели родители, и всё заканчивается тем, что они через неделю уезжают, побиты, пошли все вон, да, понимаете, вот это реальность, вот поэтому все свои движения мы должны проверять практикой, действительно поменялось, или просто ты успокоился и сказал себе, что у меня всё поменялось, раздражитель ушёл, да, нету раздражителя, я поменял свои отношения, и парировался, да, ты уехал от мамы, и не чувствуешь этого, как мозоль, потому что расстояние какое-то, да, Людочка, говори, это тоже, я посмотрела ролик, очень интересно, потому что потом я буду, буду пересматривать, потому что очень, очень интересно просто пересматривать, да, я обратила внимание, мочеполовая система, откуда появляются морщины, межбровка, лоб, да, ну, это я вот обратила внимание, да, потом глаза, да, морщины, ой, у меня там глазки, ну, челюсти ушли, то есть вот это всё, вегетативная нервная система, которая, да, мы попали в эту ситуацию, она работает без нас, особенно тогда, когда мы становимся старше, мы не можем её, мы и так не можем контролировать, а там она сама по себе. Давай честно говорить, это крайне сложно, это крайне сложно, это настолько быть йогом, ну, как бы целостно. Да, да, я не знаю, потому что я другой раз, я своей, я вот так смотрю, я говорю, ты серьёзно, я нормально, а ты что делаешь там, вытворяешь, и вот это вот начинает выкручивать, и я уезжаю, да, я уезжаю с сыном в Литву, и меня просто, я никогда не чувствовала себя низинкой при моём метр пятьдесят, но просто я чувствую, как у меня голову сжимает, я чувствую, как я ухожу, я полностью просто с катушек съезжаю, и причём я смотрю, полетела всё, вся система. И что, ну, то, что я на массаж, да, вот массаж тоже, это такая быстрая реальность, анимация, потому что, чтобы тебя туда ещё дальше не затянуло, опять же, твоя голова, потому что ты сможешь, и ты знаешь, как родиться заново, и что ещё, это особенно детям, это любовь, это внимание, как у тебя дела, я думаю, что это самая главная таблетка, которую мы не разговариваем с детьми, тем более в этот период времени, когда, а как ты себя чувствуешь, ну, расстановки, правильно, это же все дела, непроговоренные чувства, эмоции зажаты, и все, всё это сжимается, всё летит. Плюс ещё, знаешь, как, то есть, есть разные уровни слушания, да, то есть, мы по-разному можем слушать, и слушать с принятием, это одно слушание, тогда эта трансформация происходит, и мы можем тогда к этому не возвращаться по 250 раз, а слушать, о боже, я это опять слушаю, слушать с раздражением, это другой уровень слушания, да. По сути, вот будем говорить так, вот вся качественная терапия, то есть, тот терапевт, как бы качественный, который, ну, слушает на уровне принятия, соответственно, какую работу потом терапевту надо проделать с собой, потому что он всё это вместе из сострадания, ну, как бы к человеку через себя пропустил. Слушать в скафандре, ты тогда неэффективно получается, то есть, как, эффективно с точки зрения сенсавии, ты будешь бегать десятилетиями с этим человеком по кругу, как бы, ну, не проводя его на какие-то другие уровни. В общем-то, так, 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 ага, так, расстановка, угу, вот, ну, и давайте переходим к практике. Кстати, завтра, завтра у нас с вами будет расстановочный сатсанг, завтра будет именно индивидуальный, там два запроса, по-моему, и там, по-моему, как раз вот запрос по поводу печени, там сложная такая ситуация у ребенка, и будет запрос, как раз вот по поводу работы с печенью и желчным, если у вас получается, интересно, присоединяйтесь, завтра расстановочный сатсанг, это в 7 вечера, то есть я вас приглашаю, то есть вы посмотрите, как мы будем делать эту расстановку, ну, впоследствии вы будете, вы это делаете, берите, берите сразу, начинайте что-то уже, практикуйте, понимаете, потому что это знание не является теоретическим, это исключительное практическое знание, то есть если вы сразу это будете внедрять в свою жизнь, да, на близких, на родственниках там, то вы, вам и ляжет эта теория, понимаете, я понимаю, нормальный человек, ну, что он будет сидеть эту теорию читать, нет, у вас должен появиться запрос на теорию, а запрос у вас на теорию появляется, когда вы пошли в поле, у вас появился, а что же это такое, а как же оно связано, то есть вы как, ну, потребность должна в этом возникнуть, поэтому просто так перечитывать теорию, можете не перечитывать, она вам не ляжет, практикуйте сразу, понимаете, практикуйте это в первую очередь на себе, И сейчас у нас с вами будет практика, я вам предлагаю сегодня поисследовать состояние моего желчного пузыря, неважно есть он у вас, нет, у нас остается меридиан желчного пузыря, Наташа, и как раз вот работа с этой точкой из 34, вот там вот, да, то есть вот ниже колена по боковой, поняла, поверхности волени, это как раз работа с меридианом, он важнее. Ну да, убрали орган, мы без него можем жить, но работа с точкой продолжается. Но он всё равно как бы сам по себе, ну там, сделался из того, что там осталось. Мало того, я знаю такие случаи, когда он восстанавливается, понимаешь? Он из холедоха сделался, новый. Вот и всё, поэтому, вот отлично, вот и хорошо. Хорошо, итак, давайте, кто первый поднимает руку, для кого, давай, хорошо. Девочки, включаемся, кто хочет поработать для себя, сейчас Наташа, попроси для нас, нас сделать для тебя работу. Даша, я прошу тебя сделать сегодня для меня работу, побыть расстановщиком для меня. И группа, поработайте, пожалуйста, для меня, заместителями данной расстановки. Носителями информации. Да, носителями информации. Ну, можно так, можно так сказать. Пожалуйста, выбери, кто будет носителем информации о состоянии твоего меридиана желчного пузыря на данный момент. Люда, побудьте, пожалуйста. Носителем информации о моем меридиане желчного пузыря. Угу. Хорошо. Так. Дыхание остановилось. Просто, знаешь, вот так. Блин, я не могу дышать, я задыхаюсь. Течения просто нету. Вот, смотрите, сейчас идет момент диагностики. Идет. Понимаете? У нас с вами в чем уникальность этой практики? Во время диагностики может, ну, происходит и некое целение. Почему? Потому что наше намерение таково. Помним, да? Ну, я не дышу. Я не дышу. Я пытаюсь дышать, я не дышу. Наблюдай за этим. Наташа, ты сейчас смотришь и говоришь, когда я это слышу. Когда я это слышу, я говорю этому «да». Вначале смотри. Вначале, когда я это слышу, ты описываешь, что с тобой происходит. Ага. А «да» — это следующий момент. Это следующий шаг. Принятие — следующий шаг. Вначале ты должна описать картину. Что ты видишь, что ты чувствуешь? Когда я это слышу, сначала был вдох и забыла выдохнуть. Потом идет как загрузка всего. Вот я чувствую прям, как тяжесть опускается сверху вниз. И тяжело дышать. И уши закладывают. Все, ну, дыхание вообще нет. Да, я это чувствую. Ну, как пульсация идет в ушах. Как давление поднимается. Вот что-то такое, пульсация в ушах. Люда, когда Наташа говорила, что она чувствует, да, что с ней происходит, когда она вот услышала то, что ты ощущаешь что-то. Что-то поменялось сейчас? Нет, ничего не поменялось. Еще мурашки добавились. Блин, дышать вообще не могу. Просто вдох никакой. Спасите меня. Хорошо. И вот сейчас ты кладешь руку, да. Я это вижу. И я говорю этому, да, вот сейчас мы работаем на принятие. Так, Наташа, по-моему, подвисла. Видите, как меридиан желчного включился, даже система подостановилась. И я вам хочу сказать, что я за это, кстати, и люблю онлайн расстановки. Мы на эти вещи, ну, обращаем внимание. В оффлайне там еще больше, конечно, честно вам скажу, на что можно обращать внимание. Но в онлайне вот эти вещи, когда нас буквально вышибают, я это воспринимаю как перепрошивку. Честно вам скажу. То есть, когда такое происходит, я это воспринимаю как перезагрузку. Еще есть такой один нюанс. То есть, если вы, ну, действительно готовы к вот этому шагу в пропасть, вы перед работой можете говорить, что я разрешаю на всех уровнях трансформировать себя, свое сознание и тело. То есть, говорить вот такие разрешающие фразы. Я разрешаю, ну, можно сказать, Всевышнему. То есть, ну, смотря к чему вы хотите, чувствуете, можете обратиться, что я разрешаю этой трансформации, этой происходить и быть. Вот. Это тоже как ты ко мне. Да. То есть, сейчас тебя выбило, и я интерпретировала. Я это интерпретировала. Почему это произошло? Я это воспринимаю как перезагрузку. Как перезагрузку, да. И в работе часто, когда такое происходит, либо, ну, как сказать, мы готовимся к работе, либо во время работы, и вы чувствуете, вот пошла энергия, да, что важно вспомнить иногда несколько раз, что, и дать разрешение, что я позволяю пространству себя перепрограммировать. Я позволяю в себя проникнуть и на всех уровнях произвести. Если вы готовы к этому. Если вы готовы, если вам не страшно. Потому что бывает, что человек ещё не готов к тотальной трансформации. Ему как бы страшно. И тогда он может сказать, что я вижу, что со мной происходит трансформация, но мне это страшно. Для меня это как бы слишком. Вот. А когда вы чувствуете, что вы готовы к этой тотальной трансформации, что каждая клеточка вашего тела хочет перемен, то вы можете это говорить, предлагать это произносить человеку. Я такого нигде не слышала. Я с вами делюсь тем, что я чувствую, когда я работаю в поле постановщик или как трансформатор. Я, ну, как бы вот, просто с вами делюсь этими. Да, я действительно почувствовала вот эту загрузку, да, уши. У меня как бы, знаешь, приток чего-то. Вот энергия, она загружается сверху, идёт вниз, да, и вот остановилась где-то на этом уровне. Вот. И пульсация идёт в ушах, вот, как, знаешь, как давление поднимается. Ну, это не давление, я понимаю, что оно у меня не поднимается, но оно так чувствуется. Ну, жар, ты можешь чувствовать, жар мы поговорим. Да, тепло, прилив тепла. Прилив тепла. Желчь, да, когда она разливается, это ян энергия, мы с вами поговорили. А энергия ян, это энергия огня, это тепло. Вы можете это так чувствовать, это действительно так. Я это вижу, я это чувствую. И давай теперь мы кладём руку, и нам важен вот этот поклон, потому что когда мы наклоняемся, мы соединяемся с таким важным элементом, как пространство, то есть как, сейчас скажу, правильно сказать, не пространство, а сейчас вылетело просто из головы, не сфера, а кто мне подскажет, как этот элемент называется, в котором всё разворачивается. Пространство. Эфир. Эфир, да. Эфир, да, эфир. То есть когда мы, зачем наклоняем в расстановку голову, мы соединяемся таким образом с эфиром. То есть мы свою антенну направляем, потому что эфир находится как бы параллельно вот этому наклону, поняли? То есть как вот в молитве, когда вы поняли, наклоняйтесь. То есть, ну конечно, самая мощная практика, и в расстановках в том числе, кто с нами работал в оффлайне, мы предлагаем часто ложиться людям, ну то есть если мы с чем-то вот работаем с какой-то силой. Вот, ну и так, сейчас мне как вспомнилось, просто вам скажу. То есть в расстановках, когда мы работаем, так же как и с энергии мёртвых, когда мы работаем, то есть надо понимать, что важно, особенно если люди находятся, лежат на полу, не прикасаться к ногам и к нижним конечностям. Потому что вы создаёте таким образом очень-очень сильную связь с теми частями, которые имеют отношение к уже умершим чему-то, что ушёл. Как и мёртвых, вы знаете, да? Нельзя касаться ног. Вы знаете, да, эти все вещи? Рук, то есть вот эти вот касания к мёртвому телу, как бы они не нужны для человека, который умер. Потому что вы таким образом его возвращаете в тело. Понимаете? Блин, а все говорят, попрощайся с мёртвым, погладь его по какой-то части руки или ног. Ну да. И таким образом он не будет к тебе приходить. По незнанию это всё говорится. Вот поэтому... Когда отстылуют мёртвого, вот прощаются в лоб. Можно это делать? Ну, по-хорошему это не нужно делать для человека мёртвого. Так, Наташа, что сейчас происходит? Я говорю этому, да. И что с Людой? Что меняется, Людом? Что я вижу немножко трубой? Ну да, совсем энергия появилась, знаешь, улыбка появилась. Радость, вот я вижу её. Такая из всех, прямо красавица. И знаешь, да, и когда мы делали расстановку с эфиром, и у меня эфир был слабый. С ЦИ ты имеешь в виду, да, с ЦИ? Да, да, с ЦИ, когда мы работали. Мой эфир транслировал, что как-то... Нет, но эфир и ЦИ это разные вещи, чтобы ты не путалась. Там огонь... Смотрите, что такое эфир? Эфир это пространство. Вот смотрите, я на примере рта это объясню. Если бы во рту не было бы пространства, то зубам и языку не было бы где расположиться. Поняли? Вот это эфир. Эфир создаёт пространство, где всё материальное может проявиться. А ЦИ это то, что оживляет вот это всё живое внутри. А эфир это пространство, которое вы даёте. И вот когда вы будете фокус постоянно держать, ну, насколько у вас это будет получаться, захотеть на балансе, вы будете сами чувствовать вот это вот понимание того, что насколько важно, вот как мы обращаемся к другим людям, как мы к ним заходим в их пространство. Потому что всё это бумеранг. Да, то есть есть, ну, то есть наши намерения, вот. То есть, поэтому нам близкие всё наши это иззеркалят, потому что мы не чувствуем всего этого, и мы всё воспринимаем с позиции, типа, я хозяин, я вот имею право поступать так, как я. То есть мы не понимаем, что мы хозяин только самому себе внутри. Всё, дальше ты нигде, ты не хозяин абсолютно. Ты везде гость, который... Здравствуйте, можно ли войти? Вот, и это правильное по отношению к мужу, к детям. И тогда всё на своих местах. А когда ты везде хозяин, так отвечай за всё, плати за всё. Понимаешь? Да. Ты же хозяйка, как в том они идут. Где хочет, там и лежит хозяйка. Вот, это, знаете, тоже сейчас... Ещё они идут вам один, расскажу по поводу... Он мне к психологии имеет какое-то отношение, к нашей с вами. Перейдём к практике. Заходит женщина, значит, в магазин, где кур продают. Ну, висят эти куры. И она, значит, подходит, каждый там нюхает. Вперёд, другой там, в другом месте там понюхала. И что-то и ходит, всех вот это нюхает, нюхает. Подходит к ней сзади продавец, так по плечу, и бым-бым. И говорит, женщина. Говорит, вот шо вы? Говорит, их всех вынюхивает. Говорит, вы ж такую сами проверку, говорит, не пройдёте. Говорит, шо вы принюхиваетесь к каждому? То есть, мы всегда хотим что-то вот вынюхать и нанюхать что-то вот в другом. И что-то нанюхать и взять себе что-то такое вот.